Приветствую вас! Значит, мой ответ будет дан исходя из нескольких позиций. Эти позиции предусматривают разное восприятие вашего ребенка. И я надеюсь, что одна из позиций окажется вам близкой. Начну я, пожалуй, с позиции, которая более вам желанна по тексту вашего письма и в силу позиции родителя. И что я с позиции такой? Значит, вы как мама хотите уберечь свою дочь от ошибок молодости, от ошибок подросткового возраста. И, естественно, понимаете, что то, что сделала ваша дочь, не является правильным и может принести ей довольно серьезные страдания, с которых сама дочь еще в силу своего возраста не догадывается. и здесь, как родитель мудрый, как родитель строгий, но любящий, как родитель, который поддерживает контакт со своей дочерью, старается относиться к ней с пониманием, друзьем, а вот как старается идти навстречу. И вам нужно действовать в этой ситуации, при этой позиции, при таком подходе, при подходе, что вы выбираете позицию вот этого ведущего. Вы говорите, что дочка, если ты любишь этого мальчика, то соответственно два года еще прождешь, значит, мы тебе пока встречаться с ним не позволим, вот, значит, и, собственно, 18 лет будет, пожалуйста, встречайся, занимайся, занимайся, чем хочешь, чем хочешь. Вот, ну, опять же, здесь вытекает, как бы, ваша позиция вытекает из того, как вы считаете, когда ваша дочь будет 18, может ли она делать то, что хочет, я имею ввиду, позволяйте, позволите ли вы ей так вот себя вести, тут тоже зависит от вашего восприятия, этого, да, то есть, можете не позволить, можете рассказать, что нет, даже после 18 лет все равно, там, мы не позволим тебе встречаться с мальчиком и так далее, то есть, вам само нужно определить, если вы, значит, если вы собираетесь сводить запрет, то запрет это на сколько времени, потому что любовь, любовь, по крайней мере, хоть это подростковая любовь, хоть это первая любовь, хоть это даже не любовь, а влюбленность, но она есть, и она имеет право быть, и девочка, в принципе, имеет право ее чувствовать, ее выражать, как бы, поэтому, здесь, если вы решаете запретить, как мудрый, но строгий родитель, мудрый, но строгий наставник, то в этом случае вам нужно обозначить четкие рамки этого запрета, то есть, когда можно будет, и, если вы хотите дольше поддерживать другим отношением, можно будет сделать так, чтобы дочь с этим запретом согласилась, то есть, чтобы она подтвердила, что да, вот, допустим, до 18 лет, ну, вы можете другую другие рамки установить, например, пока она сама не начнет себя обеспечивать, или, там, пока ей предложение не сделает, да, мужчина, то есть, вот, ну, это, знаете как, это на ваш выбор, я сейчас говорю, что если вы берете роль ведущего, то вам, то вам это все и определяет, запрет, граница запрета, его длительность, там, и так далее, условия снятия, запрет, ну, и так далее, все это нужно вам определить, и если вы хотите, чтобы, если вы хотите, чтобы дочери у вас сохранились отношения хорошие, то есть, если вы не хотите настроить ее против себя, то нужно досконально объяснить причины этого запрета, это страх, за нее, за ее, значит, здоровье, как психическое, так и физическое здоровье, да, и желание, значит, принести ей счастье, вот, желание уберечь, если у вас такая позиция, такая позиция вам ближе, выбирайте ее, но, еще раз повторю, сам запрет, должен быть продуман, то есть, четко обусловлен, как можно сильнее аргументировать, и так далее, это первая позиция. Вторая позиция заключается в том, что вы, как бы, понимаете, что дочери 16 лет, по современным меркам, 16 лет, это уже почти что взрослый человек, молодой человек, то есть, 16, скоро 17, а там один год до 18, вот, и это подростковый возраст, подросток дословно расчетовывается как готовый к росту, то есть, ваша дочь еще не взрослая, но она уже готова к росту, она уже не ребенок, еще не взрослая, но уже не ребенок, и она завершает свои первые шаги во взрослую жизнь, вот так, как она это сделала, да, и вы по сути дела не можете этому противостоять, потому что нарушаете естественный ход развития ребенка, дадите запрет, запретите, ребенок, ну, во-первых, вы говорите, запретить, значит, хочется запретить предчатки, а как вы запретите предчатки, если они, если ваша дочь учатся в школе, и она в школе будет с ним видеться, например, когда вы, если она хочет его видеть, она будет с ним видеться, она будет видеться тайно от вас, и опять же, вам нужно решить, как вы хотите, то есть, лучше, чтобы они виделись открыто, при вас, если они друг друга любят, и между ними уже есть связь, чтобы, в случае, девочки, рассказываете, как правильно сделать так, чтобы, там, как соблюдать правила защиты, научить, научить девушку, научить ее правильно вести себя, понимаете, то есть, чтобы ребенок вам доверял, чтобы вы видели, что вы, как бы, помогаете своей дочери совершать первые шаги возрослой жизни, эта позиция предполагает, что вы ничего не запрещаете ей, эта позиция предполагает, что вы, значит, просто говорите молодому человеку о том, что вы знаете о нем и о дочери, и, как бы, спросите его дочь не обижать, то есть, спросите того, что вот, если у него к ней искренние чувства, то он с ней был, а если он ее не любит, то вы попросите вот так вот, искренне, серьезно, что если он ее не любит, то пусть он ее не мучает, но, ваша дочь, при этой позиции должна сама пройти этот путь, то есть, сама влюбиться, сама первый раз переспать молодым человеком, да, и сама, как бы, получить опыт. Вы можете быть рядом, помочь ей этот опыт принять правильно, быть ей другом, подругой, там, научить ему, как я уже сказал, да, что можно, что нельзя, что лучше не делать, и так далее, чем она сама будет все это постигать, вот, и, как бы, пройти с ней весь путь ее взросления, не препятствовать этому пути, не ломать его, да, могло бы быть все по-другому, да, в принципе, все должно было бы быть по-другому, но получилось, так получилось, процесс начался, его уже не оставить, то есть процесс взросления начался, его уже не оставить, в принципе, то есть, если вы ведете запрет, то тут все упираются в доверие, то есть, насколько дочь уважает ваш авторитет, насколько дочь будет здесь делать то, что вы сказали, и насколько все равно будет искушение отслушиться вас, а оно будет очень сильным, и скорее всего она отслушивается вас. Так вопрос, стоит ли дочь ставить перед таким искушением, то есть стоит ли ее испытывать в этом? Мне кажется, что нет, но решать в любом случае вам. Сейчас в любом случае вам, потому что вы родители, и только вы решаете, какая у вас позиция по отношению к дочери. То есть первое, определите вот эту позицию свою, какая позиция вам ближе, какую позицию вы считаете правильной. Только честный будь с собой, чтобы не было такого, чтобы вы выбрали ту позицию, которая не соответствовала бы вашим ценностям. Выберите ту позицию, которая вас устраивает, которую вы чувствуете вашу. А она, эта позиция, вытекает из того, чего вы хотите для дочери. Как вы понимаете, счастье своей дочери. Вот об этом пытайтесь подумать. И уже в зависимости от этого выбирайте свою стратегию поведения. Потому что за вас мы это решение принять не можем никак. Вы родитель, вам и решать. На позиции, в принципе, этих две. Больше позиции нет. И это плюс. Минус, что придется делать выбор и чем-то жертвовать. В первом случае вы жертвуете, по сути дела, доверием своей дочери, ставите его под удар. Во втором случае, по сути дела, под удар, вы ставите свои ценности, свои желания. То есть вы говорите, что вам хочется запретить дочери сейчас с ним. Как бы если вы выберете вторую позицию, поставите под удар это. Вот и подумайте, что для вас менее ценно. Свои ценности или дочери. Вот исходя из этого, вы, я думаю, и примите верную решение. Я не говорю, что это неравнаценный выбор. Вы можете сказать, дочь или мои ценности каждый так. Понятно, что дочь важнее, но именно для дочери я хочу это сделать. Я вам об этом говорю. Выберите ту позицию, в которой вам ближе. Выберите. Но будьте честны с собой. Вы хотите запретить ей встречаться, потому что это вы хотите вы. Для дочери это, вот конкретно для нее, на данном этапе, это не лучше. Это лучше для вас, вам так будет спокойнее, но не лучше для нее. Будьте честны с собой. И будучи честны с собой, сделайте выбор. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то у вас вопросы остались дополнительные, пожалуйста, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok